Денис, как я смотрю? Великолепно. Ваш комментарий к происшедшему на площаде? Случилось то, что случилось. Памятник Агалина упал. Слава Богу, что все так хорошо. Я имею в виду без жертв, без травм. Мы проверили сейчас коммуникации. Все работает нормально. Метрополитерин, трещин нет. Уже проверили? Да. Так быстро? Да. Неужели для того, чтобы проверить, есть ли трещина или нет? Дело в том, что имелось в виду по переходу. По переходу и по коммуникациям. Те коммуникации, которые находятся между, за то, что я вам говорил, и переживал, между Газпромом и областной администрацией, связь, работает, все в порядке. Падение Владимира Владимировича Ленина не привело никаким повреждениям. При ударе, как мне объяснил наш департамент архитектуры, когда он падал, ударился об постамент, и это смягчило очень сильно в три раза силу удара землю. Означает ли это, что люди, которые валили памятник, знали, что они делают и как его грамотно валить? Я думаю, что там, конечно, были профессионалы, которые этим занимались, но не такого уровня, как надо бы. Я хотел бы сказать так. Случилось так, как случилось. Я, конечно, бы хотел, чтобы это было несколько по-другому. Откровенно говоря, все правильно. Потому что переживал за людей, за возможные жертвы. Но все, слава Богу, хорошо. Скажите, пожалуйста, с Вашей точки зрения, должно ли быть какие-то действия милиции по факту действий людей, которые свалили памятник Ленину, которые не были исключены? Они были. Они были, эти действия. Но мое распоряжение фактически снимает их ответственность. Но ваше распоряжение было не выполнено? Памятник не исключен? Совершенно правильно. Все законно будет оформлено в течение четырех дней, как мы сейчас это понимаем. Поэтому решение законное было бы все равно, и их действия были бы, но не им это, правда, делать. И не так, как оно должно быть. Я же говорю, есть две большие разницы. Хотел ли я видеть Владимира Ленина на площади свободы? Нет. Хотел я, чтобы он так упал, как упал сегодня? Тоже нет. Я Вам практически ответил. То есть я правильно поняла, что фактически люди, которые его свалили, освобождаются от уголовного преследования? Совершенно верно. Даже несмотря на то, что время того, когда они его сваливали, понесло для себя опасность для жизни окружающих людей, на наших глазах лопнул трос, мужчине разнесло лицо, разрезало, ему оказывали первую помощь. Избили нескольких людей, при нас ставили людей на колени. Которые придерживались другой точки зрения? В 20-м били одного мужчину, ставили одного мужчину. Я этого не знаю и не видел, честно говоря. Выбавляет ли это их от такой ответственности, от того, что они избивали людей? Конечно же нет. Но давайте так. Мы разделим несколько этих ситуаций. Каждая ситуация требует определенного юридической оценки. Вы говорите сейчас о фактах, которые вообще не могут быть. И, конечно же, милиция должна была правильно реагировать на те проявления агрессии, которые там присутствовали, если такие были. И виновные должны за это нести ответственность. Там было около 16 групп регистрирования со стороны органов правопорядка. Я думаю, что те, кто избивал граждан, они понесут за это ответственность. А это совершенно, давайте не путать, эти два понятия. Падение памятника и, значит, за одно они не будут нести ответственность, за другое будут нести. И все. И этот вопрос лучше... Анатолий Анатольевич Дмитриев. А может он там выйдет? Он уже не может. Как? Он очень занят на совещании вместе со Службой безопасности Украины. Всего 23.10, а он уже не может? Ты же видишь, я уже с трудом могу, понимаешь? Но это писать не надо.